МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Обсудить поставки техники и перспективы развития промышленной кооперации в Самарской области с рабочим визитом прибыл посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Помочь защитникам, выполняющим боевой долг в зоне специальной военной операции. На заседании Совета общественной палаты Самары обсудили совместную работу власти и бизнеса по поддержке военнослужащих. Внести свой вклад в защиту Отечества, быть полезным обществу и проявить себя. В столице региона прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей. 18 лауреатов, из них трое медалистов. В Самаре состоялась церемония награждения премии «Родительское спасибо». 12 новых низкопольных трамваев белорусского производства пополнит парк Самарского муниципального предприятия ТТУ. Об исполнении этого контракта, а также о дальнейших планах по совместной работе по модернизации подвижного состава руководитель управления и первый заместитель главы города Владимир Василенко говорил с послом Республики Беларусь Дмитрием Крутым во время его визита в Самару. Кроме того, почетный гость встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым, посетил выставку автомобильной техники совместного производства двух стран и выступил на форуме по вопросам импортозамещения. Подробности в нашем сюжете. 36 троллейбусов и 9 трамваев белорусского производства уже давно часть подвижного состава ТТУ. Как отмечает директор предприятия, техника зарекомендовала себя как надежная и комфортная. Как обслуживаются эти машины на предприятии, оценил посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой. Также во время визита в ТТУ обсудили планы на дальнейшее сотрудничество. Сейчас уже заключили контракт на поставку до 1 июля 2023 года 12 новых низкопольных трамваев. Они будут находиться на гарантии. Согласно условиям контракта, она составляет 3 года. В Самарском предприятии убеждены, что это начало долгосрочной, масштабной, совместной работы по модернизации подвижного состава. А в этом предприятии очень нуждается, ведь основной массив трамваев – это десятилетиями работающие на линии вагоны Татра. Кроме того, важно, чтобы в дальнейшем, при необходимости, можно было обеспечить и бесперебойную, и быструю поставку запчастей. Комплектующие узлы и агрегаты белорусских производителей не станут дефицитом. Любое обновление подвижного состава для трамваевно-троллейбусного управления плюс, с учетом того, что у нас уже есть опыт эксплуатации, их техники зарекомендовала на себя хорошо. Я считаю, что это достаточно оптимальное соотношение цены и качества. Посол Республики Беларусь посетил и музей ТТУ, где познакомился с историей самарского городского электротранспорта. Затем гости прокатились на электробусе также белорусского производства. Ранее его уже тестировали на маршруте до южного города, и теперь аппарат закуплен для постоянной работы. В скором времени будет решен вопрос по размещению и обслуживанию станций подзарядки. В наличии две таких, поэтому возможности для расширения парка электробусной техники в перспективе. В планах приобретения еще четырех единиц подобной техники, чтобы выполнять рейсы по тем маршрутам, где нет другого вида электрического транспорта. Удобство управления электробусом сегодня оценил первый вице-мар Самары Владимир Василенко. Данная ситуация сегодня есть на уровне Российской Федерации, вкладывание денег в инфраструктуру, поэтому сейчас мы нарабатываем все эти предложения и по трамваям нарабатываем, и по электробусам в данной ситуации. Ну, перевесли точно, что, на мой взгляд, это будет, естественно, трамвай. В планах ремонт трамвайных путей ожидают в Самаре и полсотни новых автобусов. Посол Беларуси также посетил в Самаре выставку автомобильной техники, произведенной по программе «Совместный продукт». Машины производят российскими предприятиями на базе «Шасси МАЗ». На выставке посол предметно обсудил с представителями дилеров МАЗ вопросы расширения кооперационного сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам расширения объема поставок в 2023 году «Шасси МАЗ» на сборочные производства регионов России. Кроме того, Дмитрий Крутой выступил на пленарном заседании по вопросам импортозамещения и совместной антисанкционной работе. В нем также приняли участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников и глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Ключевой темой мероприятия стало развитие импортозамещения в автомобилестроении с учетом реализации единой промышленной политики. Конечно, для Республики Беларусь Самарская область приоритетная. Визит губернатора прошлогодний дал очень серьезный толчок. Появился ряд новых направлений. Мы вчера уже сверяли в определенном смысле часы. В ноябре мы готовим визит нашего премьер-министра. Сюда к вам уже начали формировать повестку. Также посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой в сопровождении главы Самары Елены Лапушкиной посетил мемориальный горельеф «Скорбящие матери Родине» и возложил цветы к вечному огню. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. От их профессионализма зависит жизнь и облик города, работа производственных предприятий, больниц, школ и детских садов. Они трудятся днем и ночью, в жару и в стужу, без выходных. Делают мир чистым, красивым и комфортным для жизни. Работники бытового обслуживания, населения и жилищно-коммунального хозяйства в предстоящие воскресенья отметят свой профессиональный праздник. В Самаре действующих сотрудников и ветеранов сферы ЖКХ поздравила глава города Елена Лапушкина. На торжестве побывала наша съемочная группа. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Снег и дождь любое время года надо благодарно принимать. Они принимают любое время года и задают погоду в доме. В Самаре поздравляют работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с предстоящим профессиональным праздником. Его отмечают каждое третье воскресенье марта. Действующих сотрудников и ветеранов сфера ЖКХ поблагодарила за добросовестный труд глава Самары Елена Лапушкина. Самара активно принимает участие и в национальных проектах. Самара активно привлекает инвесторов в сферу ЖКХ. И благодаря этому у нас появилась возможность строить новые котельные, перекладывать сети тепловодоснабжения, ремонтировать и строить дороги, сажать цветы. Я прекрасно понимаю, что ни одно направление, ни одна задача не сможет быть успешно решена, если за этой задачей не будет стоять ответственных и замечательных людей, таких как вы. Здоровья, счастья, мира нам всем. Спасибо вам огромное. Напомним, в Самаре увеличивается инвестирование в сферу оборудования и ремонта теплотрасс. Это стало возможным благодаря переходу на метод альтернативной котельной. За 2022 год в городе привели в порядок более полутора тысяч систем отопления в многоквартирных домах. Чтобы улучшить качество водоснабжения, в Куйбышевском и Красноглинском районах строят новые водоводы. Продолжается реконструкция сооружений очистки сточных вод. В прошлом году в домах отремонтировали более 700 кровель, привели в порядок 86 тысяч квадратных метров межпанельных швов, заменили 251 лифт. Для очистки крыш от снега и наледя сформировали 350 бригад, укомплектовали штат дворников. Улицы приводили в порядок методом больших карт и комплексно ремонтировали дорожное полотно, тротуары, обустраивали газоны. В городе появилось несколько обновленных общественных пространств. Скверу ЗАГСа в управленческом, сквер имени Куйбышева, сквер на Ташкентской. Завершили первый этап благоустройства парков Воронежские озера и Молодежный. Площадь цветников в мегаполисе превысила 30 тысяч квадратных метров. И все это стало возможным благодаря труду работников жилищно-коммунального хозяйства. В любую погоду, в любое время суток, вы на боевом посту, спасибо вам за это. Лучших работников наградили благодарственными письмами и нагрудными знаками, а для всех собравшихся приготовили концертную программу. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Специалисты метростроя начали монтировать тоннели-проходческий комплекс на дне стартового котлована по Галактионовской. Уже 15 апреля огромный аппарат начнет проходку под землей. Комплекс пробурит тоннель от исторической части города в сторону станции метро Алабинская. Подробности узнала наша съемочная группа. Величина тоннеля-проходческого комплекса впечатляет. Специалисты метростроя оценили протяженность сооружения в 88 метров. Здесь располагается все, что нужно для успешной проходки и прокладки тоннеля. В переднюю, головную часть конструкции навесят ротор. Подобие сверла для дрели проходит почву как по маслу. Под давлением лезвия ротора вытесняют грунт, который вывезут вагонетки при помощи небольших локомотивов. Затем будут возвращаться обратно в тоннель. В середине комплекса находится рубка управляющего. Отсюда и контролируется весь процесс бурения. Основная часть тоннеля-проходческого комплекса собрана. Сейчас монтируется, сваривается и сбалчивается. Следующая в монтаж пойдет ротор-щита, юбка, шнек. И будут подключаться все телеги тоннеля-проходческого комплекса на основное оборудование навешиваться. Сборку комплекса планируют закончить к 15 апреля. После необходимых испытаний и проверок, а также регистрации объекта в Ростехнадзоре, будет дан старт на разработку грунта. Начальную точку обозначили. Кольцо диаметром 6 метров. В него и врежется щит. Ротор разрабатывает породу, разрушая ее. Далее разработанная порода попадает в камеру ротора, перемешивается и выдается шнековым конвейером на ленточный транспортер. Далее с ленточного транспортера порода попадает в вагонетки и башенным краном выдается на поверхность, в грунтоприемник. Там переворачиваются, опрокидываются и далее самосвалами выводятся на полигон. Как отметили специалисты, грунт в зоне метростроя и дальше достаточно податлив, поэтому комплекс сможет выйти на проектную скорость – 200-250 метров в месяц. И хотя установка может разгоняться до 500 метров, нужно учесть особенности при подходе к зонам влияния каждого из строений, находящихся на трассе проходки. Особенно это касается объектов культурного наследия. Работу комплекса обеспечат порядка 16 человек. Это машинист, проходчики и бригада по обслуживанию щита. Остальные специалисты будут находиться наверху над котлованом. Тем временем к доставке и установке тоннеля проходческого комплекса готовят и площадку на пересечении улиц Полевой и Новосадовой. Здесь специалисты заняты разработкой стартового котлована. Процесс такой же, как и в зоне строительства метро на Галаксионовской. Как только закончат с котлованом, начнется обустройство площадки для размещения комплекса. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Контролировать реализацию муниципальных программ и национальных проектов, а также налаживать диалог с местной властью и бизнесом во всех районах города будут общественные советы. Об этом сообщили на заседании общественной палаты Самары. Собравшиеся также обсудили и помощь бойцам в зоне спецоперации. Этот вопрос стал одним из ключевых на повестке. Какие инициативы прозвучали во время совещания общественной палаты города, узнал Михаил Ермоленко. Организовать диалог с предпринимателями в части поддержки самарских бойцов в зоне спецоперации и снизить нагрузку на крупные предприятия. Инициативу обсуждали на очередном заседании общественной палаты Самары. Члены организации предложили наладить контакт с представителями малого бизнеса. В городе таких предприятий порядка 65 тысяч. Представители палаты уверены, помочь выстроить отношения с предпринимателями могут в том числе общественные советы, которые работают в нескольких районах города. Подобную организацию в советском районе сформировали в 2016 году. За семь лет общественники стали инициаторами многих изменений. Члены совета выступали с инициативами благоустройства, участвовали в разработке обновленного проекта реконструкции заводского шоссе. А сейчас организация активно отстаивает интересы семей мобилизованных самарсов. Совместно с главой района мы проводим прием граждан. Рассматриваем вопросы и как с общественной точки зрения, и административной. Я хочу сказать, результат от этого какой. Зачастую не находит понимания заявитель, не находит понимания у администрации. Здесь подключается общественность, и в основном все эти вопросы разрешаются. Опыт работы общественного совета советского района – один из лучших в городе. Как пояснил председатель общественной палаты Самары Габибулла Хасаев, райсоветы уже сейчас обеспечивают эффективный диалог населения с органами местного самоуправления, а также следят за тем, как реализуют муниципальные программы и национальные проекты на своих территориях. Мы ставим задачу создания атмосферы доверия, взаимного уважения в целом на территории нашего города, с тем, чтобы институты гражданского общества взаимодействовали с властью. Власть учитывала интересы населения, институтов гражданского общества, и, соответственно, институты гражданского общества способствовали развитию проактивного поведения населения. Вопрос помощи самарским бойцам в зоне спецоперации стал ключевым на обсуждении. Чтобы оказать военным материальную поддержку и закупить дополнительные коптеры и другое специальное оборудование, члены палаты совместно с одним из благотворительных фондов города создали специальный счет. Начальные средства там уже заложены, посодействовали сами общественники. Такую же реакцию члены палаты ожидают и от предпринимателей Самары. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Лучшие учителя, молодые специалисты и наставники. К концу апреля в Самаре определят победителей городского конкурса профессионального мастерства «Лучшие практики наставничества», который проходит в столице региона уже в пятый раз. В этом году увеличилось не только число участников, но и количество номинаций. Такую популярность конкурс обрыл в год педагога и наставника, который был объявлен президентом Владимиром Путиным. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Молодой учитель немецкого Анна Пшенина язык полюбила в школьные годы, путешествуя по Германии. Поэтому, когда нужно было выбрать профессию, вопросов не возникло. Вот уже второй год она работает в гимназии. За это время ее ученики не раз побеждали на городских творческих конкурсах и областных олимпиадах по немецкому языку. Такой грандиозный успех, уверен педагог, был бы невозможен без ее наставника. В гимназии, конечно, преподавать очень сложно, но мне кажется, что благодаря именно наставничеству это как-то упрощает мне жизнь. У меня, получается, есть мой педагог, с которым мы все мероприятия подготавливаем вместе. Я у нее очень много спрашиваю, интересуюсь, спрашиваю про образовательный процесс. Советуюсь как с безумно опытным педагогом. И мы с ней постоянно в очень тесном сотрудничестве находимся. Молодой специалист и опытный наставник – это классическая форма передачи опыта, рассказывает учитель с 30-летним стажем Татьяна Воронкова. Неоднократный участник и победитель различных конкурсов по профессии. Как городских, так и всероссийских. Например, учитель года 2004. Поэтому Татьяна, не раздумывая, взяла под опеку коллегу, молодого педагога Анну Пшенину. В этом году они в паре участвуют в городском конкурсе и надеются победить. Главный девиз маэстро – учитель должен всегда повышать уровень своего мастерства. Педагоги мне что-то интересное сообщают. Я постоянно участвую в каких-то конкурсах, в каких-то курсах, постоянно в разъездах. Клуб учитель года. То есть хватает интересных разных мероприятий. Помимо того, что я занимаюсь работой методической, на стажерских площадках выступаю разными выступлениями, мастер-классами, пора уже подрастающее поколение готовить, смену себе пора уже готовить. И вот сейчас я являюсь наставником. Городской конкурс профессионального мастерства «Лучшие практики наставничества» проходит в два этапа. Первый – заочный. 19 пар участников презентовали себя и свой проект наставничества. Второй этап – очный. За победу боролись уже 10 команд. В первый день – творческое выступление, где претенденты на победу в конкурсе рассказывали о своих достижениях. Во второй день – конкурсное задание. Члены жюри предложили каждой паре решить одну из сложных ситуаций, стандартных и оригинальных, которые могут возникнуть в школе. Конкурс, мы надеемся, что будет способствовать, собственно, главной цели. Конкурс не ради конкурса. Конечно же, мы хотим выявить эффективные практики наставничества в образовательных организациях. Ну и способствует вообще развитию наставничества, в хорошем смысле этого слова, в образовательных организациях всего городского округа Самара. По итогам конкурса определяется команда призеров и победитель. Чемпионы поедут защищать честь города на региональный конкурс. А лучшие практики наставничества будут внедряться в самарских школах. Городской конкурс профессионального мастерства «Лучшие практики наставничества» проходит в Самаре с 2019 года. В формате «Наставник плюс молодой учитель» равняется команда. В этом году увеличилось не только число участников – 19 пар против 16 в прошлом году, но и количество номинаций – с одной до пяти. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. В Самаре прошла церемония вручения общероссийской премии «Родительское спасибо». Она была учреждена Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов. В 2022 году участие в ней приняли 46 регионов, в том числе и Самарская область. На церемонии побывала Светлана Тимофеева. Церемония вручения премии «Родительское спасибо» началась с выступлений Самарского ансамбля «Русичи». В этом музыкальном коллективе танцуют дети с ограниченными возможностями. Именно их родители говорят спасибо тем, кто помогает им справляться с непростыми ситуациями. Эта премия уникальна тем, что у нас, у родителей, есть возможность вывести свою признательность тем, кто не просто помогает нашим детям, а кто решает еще и важные системные вопросы, которые улучшают качество жизни семьи и с детьми с инвалидом, и со взрослыми родителями с инвалидом. Премия «Родительское спасибо» была учреждена Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов в 2019 году. В 2022 участие в ней приняли 46 регионов России, среди которых и Самарская область. В этом году претендентов на победу оценивали по 10 номинациям. В региональном этапе лауреатами стали 18 человек. Из них трое представлены к награждению медалями «Родительское спасибо». Руководителю департамента опеки, попечительства и социальной поддержки «Самары» Ольге Слесаревой тоже вручили награду. Департамент организовывает специальные смены в лагере «Волжский Артек». Там дети с ограниченными возможностями отдыхают вместе с родителями. Настроение, конечно, замечательное. Спасибо им большое, что они пригласили на свое это мероприятие. Оно первое, во всяком случае, у нас в Самаре. Поэтому спасибо им огромное. Будем дальше взаимодействовать, сотрудничать. Все, что мы делаем, мы делаем во благо наших детей. Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева удостоена федеральной премии «Родительское спасибо». Награды вручили и призерам вторых международных инклюзивных детских творческих игр. Их участники – особенные дети, подростки и молодые люди. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Митинг-концерт «Крымская весна» и автопробег состоятся в Самаре 18 марта. Как и по всей стране, в столице региона пройдут мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма и Севастополя. Их лейтмотивом станут единство, гордость, патриотизм и вера в справедливость. В 11 часов 18 марта на площади Славы проведут народную акцию по изготовлению маскировочных сетей «Своих не бросай», а также акцию «Самарский хлеб» и «Крымский чай». Накануне главного для всей страны события прошел тренировочный мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В нем приняла участие Александра Гусева. Желание научиться и внимательность – два самых важных качества, которыми должен обладать человек, взявшийся за плетение маскировочной сети. Сегодня на Самарской площади Славы в преддверии крупной народной акции проходит мастер-класс по ее плетению. В преддверии акции 18 марта, 9-летия произведения Крыма к России, мы решили провести акцию по влечению всех граждан Самарской области, непосредственно показать, как это можно как раз плести сети. Специальные станки для плетения сетей в количестве 18 штук уже установили на площади. Процесс изготовления идет полным ходом. На площади собрались волонтеры, участники военно-патриотических клубов, представители общественных организаций и просто неравнодушные жители города. Все маскировочные сети, изготовленные на мастер-классах, отправятся к нашим военным в зону проведения СВО. Я когда посмотрела, я думала, с этим я не справлюсь. А вникая вот в эти схемы, специальные схемы у нас есть, и уже понимаешь, что это уже все понятно и все хорошо получается у нас. В сегодняшнем мастер-классе могли поучаствовать все желающие. Но даже если кто-то не успел приложить свою руку к важной волонтерской миссии, то исправить ситуацию можно будет 18 марта. В Самарской области, как и по всей стране, пройдут концерты-митинги, посвященные годовщине присоединения Крыма и Севастополя. Центральным станет концерт на площади Славы «Крымская весна». В течение дня по всему городу будут проходить тематические встречи и акции. Начиная с 11.00 на площади Славы проведут акцию по изготовлению маскировочных сетей «Своих не бросаем» и акцию «Самарский хлеб и крымский чай». В 11.00 от крупного торгового центра по Московскому шоссе стартует автопробег. Крым, Донбасс, Россия навсегда. Вечером на телебашне включат тематическую подсветку, а на фасадах зданий покажут символ спецоперации на Донбассе – букву «З». Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Крымской площади 17 марта состоялось мероприятие, посвященное Дню воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией, пишут в телеграм-канале Железнодорожного района. В нем приняли участие активные жители и учащиеся образовательных учреждений района. Волонтерами проведена патриотическая акция по раздаче ленточек «Российский триколор». Администрацией района была организована интерактивная викторина «Знаешь ли ты Крым», в ходе которой участникам удалось погрузиться в историю и проникнуться величественной природой полуострова. В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечают 24 марта, в администрации Октябрьского района состоялось мероприятие с участием заведующей отделением номер 5 Самарского областного противотуберкулезного диспансера имени Постникова, говорится в телеграм-канале. Общей целью встречи стало повышение осведомленности о мерах профилактики и социальной информированности о заболевании жителей Октябрьского района. С 1 апреля в городе пройдет ежегодный месячник по благоустройству, напоминают в телеграм-канале Куйбышевского района. Управляющие компании ТСЖ, ТСН и городские службы благоустройства выполнят целый комплекс работ. От вывоза мусора и уборки городских территорий до покраски урн и мафов. Участие в месячнике могут принять жители района. В ближайшее время сотрудники администрации разместят информацию о выдаче инвентаря в управляющих организациях. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok